Вот уже чувствую, как у вас пахнет на кухне кофе. Я вижу, что вы сделали себе бутерброды, кто с красной рыбкой, кто с московской колбаской, кто с сыром бри. Звоню своей знакомой, она мне говорит, я сейчас сижу на балконе на даче, и мы с мужем пьем кофе с сыром бри. Я говорю, ну что вам вкусно? Она говорит, не покупайте больше этот сыр, не слушайте меня. Это очень вкусно. Вот я купила, подсела на него и сижу. Не надо вам этого делать. Если бы она мне сказала, купите обязательно, я бы, конечно, может и не пошла и не купила. Но раз она так мне сказала, то из-за своей вредности, я тоже пошла в магазин и увидела этот сыр в акции. Обычно он у нас дорогой, стоит 15 долларов килограмм. Сейчас он стоит, ну вот в акции я видела, он стоит 10 долларов килограмм. Я купила себе, конечно, кусочек этого сыра, и с тех пор я тоже, как и моя знакомая, подсела на кофе с сыром бри. Не покупайте сыр бри. У меня очень многие люди в комментариях спрашивают. Вот скажите, как выгодно ехать? Как вести деньги вообще? Как здесь обращаться со своими деньгами? Ведь здесь может быть опасно, деньги могут украсть, можно их потерять и так далее. Я вот сейчас хочу вам дать один важный совет. Когда я ехала сюда, я долго размышляла над тем, что же делать с деньгами, где их хранить. Ведь мы будем на пляже. Египет это не Турция. В Турции все абсолютно безопасно. Там ты сумку поставил, вещами завалил, и она тебе стоит на берегу, и никто даже не вздумает туда подойти. Но в Египте я не знала, как складывается ситуация, поэтому я, конечно же, переживала. И вот я вам скажу, каким выводом я пришла вот по этому поводу. Значит, во-первых, не нужно ввести деньги в наличке. Я брала наличность вот такую вот. Я должна была уплатить 200 долларов за жилье. И 100 долларов я оставила себе для того, чтобы их сменять в аэропорту. Не нужно экономить на том, чтобы снять деньги именно в аэропорту. Да, там курс может быть выше. Но все равно вы будете при деньгах. Сразу выгодно рассчитываться местной валютой в любой стране. Поэтому я брала 100 долларов для того, чтобы их обменять сразу. Вот как только мне поставили визу, я пошла в обменник и поменяла 100 долларов. И вы знаете, курс был точно такой, как в Шарм-эль-Шейхе. Хотя обменяла я деньги в Каире, в аэропорту. Значит, остальные деньги я бы вам советовала ввести на карте. Почему? Во-первых, здесь нет проблем снять деньги в банкомате. У меня есть об этом отдельное видео. Это просто одна секунда дела. Это все очень легко и просто. В каких бы деньгах не были, какие бы деньги не лежали у вас на карте, вы снимете все равно их в египетских фунтах. Или еще они называются фаунды. Значит, комиссия из этого минимальная. Какая комиссия? Это зависит от вида вашей карты. Если вы будете снимать деньги с кредитной карты, наличностью, не рассчитываться в магазине, а наличными снимать, то будет процент. И процент будет существенный. Но если вы будете снимать деньги со своей дебетовой карты, то есть свои личные средства, процент будет минимальный. Я даже не заметила конкретно какой. Ну, может, с тысячи десять гривен. И вот расскажу вам случай, который произошел со мной здесь уже в Шарм-эль-Шейхе. Я снимала видео, мне нужно было доснять один маленький момент. Я уже была на этот момент дома. Но я вышла из дому, не снимая сумки в себя. Зашла на соседний дом, по лестничке поднялась на второй этаж. Там было лучшее обозрение. И мне нужно было доснять просто один кадр. Я сняла сумку, потому что она мне мешала. И досняла этот кадр. В итоге сумка осталась лежать на лестнице. Когда я вспомнила о ней и вышла, сумки не было. В сумке было две кредитные карты. Моя и мужа. Значит, на этих картах был полный фарш. То есть полный лимит. Перед тем, как ехать сюда, я пополнила карты для того, чтобы я могла ими рассчитываться в магазинах. Так как это наиболее выгодный вариант. Ну и что случилось? Ничего страшного. Я пришла домой. Тут же заблокировала эти карты. Вошла для этого на сайт своего банка. В свое мобильное приложение. Зашла в личный кабинет. Нажала на карту. Нажала на кнопку заблокировать. Карта была заблокирована. И вот я написала своему менеджеру. У меня есть личный персональный менеджер. Это почти у всех есть владельцев кредитных карт, которые долго ими пользуются. Я написала ей в Айбере письмо о том, что карту я потеряла. И я ее заблокировала. Что мне делать? Она проверила все и написала мне, что ничего страшного не случилось. Приедете в Киев, мы вам выдадим новую карту и все будет у вас нормально. Еще я спрашивала у нее, можно ли рассчитаться этой картой онлайн, если она у меня заблокирована. Она мне сказала, да, можно будет. Напишите мне, я буду следить за вашей операцией. Вы рассчитаетесь за квартиру, делаете платежи, оплатите то, что вам надо. И вы тут же ее опять заблокируете, а я как бы проконтролирую эту ситуацию. Ничего страшного не случится. То есть я благодаря этому случаю пришла к выводу, что все-таки карту брать надежнее. Еще такой вот интересный вопрос. Где оставлять деньги? Значит, если вы живете в компаунде, то в компаунде безопасно оставлять деньги. В своей же собственной квартире. Потому что там очень много охраны. Вот у нас, например, где мы жили в Дельте, там вообще охранник сидел прямо напротив наших окон. Конечно же, мы закрывали окна, когда уходили. Конечно же, мы не клали деньги на самое видное место. Лучше всего оставлять свои деньги дома и брать с собой только то количество денег, которое вы, допустим, потратите, заплатите за дорогу, за пляж, там купите что-то необходимое на обратном пути. Ну и, конечно же, если у вас есть карты, то я вам очень советую брать с собой несколько карт. Вот я с собой брала три карты. Пенсионную карту я... В тот момент, когда я оставила сумку, у меня пенсионная карта находилась дома. И это меня очень выручило, очень выручило. Во-первых, из дома мне могут перечислять деньги. Во-вторых, я на нее получаю пенсию. И у меня там есть свои средства. Из-за того, что я брала с собой кредитные карты, и все мои основные деньги были именно там, то можно сказать, что эта ситуация не оказалась для меня критичной. Продолжение следует... Вот он результат моего плавания сегодняшнего. Все ноги в крови. Сегодня у меня такой обед покажу вам. Мы покупаем печенку в магазине Рогапсан. Она уже готова, я ее обжарила. Потом лук она жарила туда, перца красного. Хорошая-то печенка в Рогапсане. Она и недорогая, где-то долларов 4 килограмма она стоит. Она очень мягкая, говяжая такая хорошая, в отличие от мяса. Вот я сделала кашу булгур. Вот везет вам на булгур. Я когда делаю булгур, всегда хочу снимать видео. Ну вот я сделала еще баклажанную икру из молодых баклажанчиков. С красным перцем, помидорчик, оливки, чесночок. Ну вот закусим дынькой, выпьем кофе. А кофе мы будем пить вот с голубым сыром. Оказывается, здесь этот сыр значительно дешевле. Ну в два раза дешевле, чем у нас. Я только точно не помню, сколько он стоит. Я вам в следующий раз скажу. У меня говорили наши, что везут домой по 3-4 килограмма этого сыра голубого. Ну вот на мой взгляд, он немножко солонее, чем наш такой же самый голубой сыр с плесенью. Но все равно со сладким кофе, с молоком вкусненько. Это не я его так покромсала. Это он так крушится, когда его режешь. Вот вы спрашиваете меня, люблю ли я готовить. Ну я не могу сказать, люблю я или не люблю. Я люблю вкусно покушать. И вообще у нас все любят вкусно покушать. Поэтому готовить приходится. И задаваться мыслью, нравится мне готовить или нет, мне просто некогда и не имеет смысла. Готовить все равно кроме меня никто не приготовит. Поэтому придется засучить рукава и готовить, кушать каждый день. Здесь я готовлю только один раз в день. Вот я сейчас сделала обед, а на вечер что-то придумаем. Или какой-то салатик я сделаю. Открою рыбную вот эту вот консерву. Тунец очень хороший. Или мы покупаем здесь есть такие булочки внутри с сыром. И пьем с кефиром. Ну короче, мы можем и не поужинать. Дыньку съели, арбузиком закусили, персиком еще подсладили. И ужин готов. Сейчас жарко и мы в основном пьем. Я делаю воду с лимоном, ставлю в холодильник. Мы пьем эту воду. А кушать не особенно хочется. Приятного аппетита! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!